Сколько можно издеваться над нашими детьми? Они не влезают в эти конторки. Ладно, ребенок худенький, а если попал не едет, то что? Судороги по ночам, боль в ногах и спине. И это лишь малый перечень жалоб детей, говорят родители. Новые парты с так называемыми конторками появились в гимназии еще в прошлом году. Установлены они по методике базарного. Дети каждые 10 минут то сидят, то встают. Но, как говорят папа и мама, все это идет только на вред их дядам. Дети плачут, не хотят стоять. А ты стоишь и доказываешь. Я тебе брусья бьешь, 30 лет у меня стажа. Вот такая вещь конторка. Я вам еще раз говорю, речь идет о воспитании, о здоровье ребенка. Накал страстей сегодня достиг своего апогея. Родители, не сдерживая эмоций, высказывали претензии директору гимназии. К слову, требования свои они выдвигают уже второй месяц. Мы писали коллективные, то есть подписали родители о том, что мы против этих конторок, потому что мы согласия на эти конторки не давали. После наших жалоб она начала просить учителей младших классов, чтобы те собирались родители с согласия на установку этих конторок. Родители написали заявление в Роспотребнадзор, прокуратуру и департамент образования. Все не считают, что действия директора незаконные. Методика запатентована. Она имеет авторские права. Она имеет положительное заключение санпедстанции. Что еще хочу сказать? О том, что она прошла апробацию во многих школах. Говорят о положительном влиянии метода и сами учителя. Не просто 45 минут ты сидишь. Потому что мы знаем, что внимание у младших учеников 20 минут. После 20 минут им становится тяжело усваивать информацию. Но после того, как происходит вот такое действие, смена активности, их внимание все-таки концентрируется лучше. Дети, они сами не против, они сами нам напоминают. Допустим, мне ростом нам надо поменяться. И я их меняю. Родители же возмущаются. Говорят, все это лишь красивая песня учителей. В деле все не так. Считают, что даже качество этих конторок вызывает массу вопросов. Дети режутся об острые края и рвут одежду. Директор под напором родительского давления убрала свое нововведение из одного класса. С остальными пообещала поговорить. Однако родители не успокаиваются. А теперь они переживают, что потеряют их любимого учителя. Она начала просто терроризировать учителя нашим. Наш учитель с большим педагогическим стажем. Она учитель высшей категории. Заявлений у меня на столе еще нет. Увольняют только тогда, когда лежит на столе заявление. Вот когда будет заявление, тогда мы посмотрим. Директор называет слова родителей клеветой. Говорит, что увольнять педагога не собирается. Но мамы и папы не унимаются. Считают, что этого учителя рано или поздно выживут. Так же, как еще 14 учителей, уволившихся в этом году. Сейчас родители ждут ответной реакции от властей. Елена Кривопатрия, Сергей Ткаленко, Телеканал Эфир.